Более 2 миллиардов рублей – таков объем Дорожного фонда в 2013 году. Эффективность его трат обсудили на заседании правительства. Около 40% средств ушло в виде субсидий в муниципальные районы. 873 миллиона рублей израсходуют на содержание региональных трасс. До появления Дорожного фонда на ремонт и строительство дорог шли куда меньшие деньги. Однако и нынешних для выполнения нормативов не хватает. Нам необходимо ремонтировать ежегодно 350 километров дорог. Мы охватываем ремонтом менее 100 километров. Поэтому недоремонт на наших областных дорогах составляет уже более 30 лет. И эту работу нам, конечно, необходимо усиливать. В соответствии с нормативами, принятыми Ивановской областью, нам необходимо только на ремонты более 4 миллиардов ежегодно. Поэтому, конечно, сейчас пока ситуацию мы не можем исправить. До сих пор окончательно не решен вопрос с Пестовским оврагом в Кинишме. Еще в августе там случился серьезный обвал, в плену которого оказались сына Марка с тремя пассажирами. Обрушение вызвало утечку газа, аварийный участок перекрыли. Пострадал водовод. Несколько домов и два детских сада в микрорайоне Томана остались без воды. На дворе ноябрь вопрос обещают решить в этом году. Но пока работы идут крайне медленно. Сегодня буквально у меня свежая информация. Вновь заказчик, который является ГОР, опять принял какое-то решение, которое тормозит работу. У нас есть сегодня шанс закончить в ноябре, не до середины ноября, полностью все вынос коммуникации, прокладку. Выйдут дорожники, сделают насыпь. И, собственно, в щебне можно закончить эту дорогу. Больше нам погода не позволит в этом году. И по весне уже просто произвести укладку асфальта. К руководителям районов особые претензии. Например, Лухский район из-за собственной нерасторопности недополучил субсидий. А кто-то напротив, все получил, но как расходуются деньги, не отслеживает. Как результат, подписываются под недобросовестными работами. А между тем, со следующего года муниципалитетам предстоит формировать собственные дорожные фонды. В Пеньковском сельском поселении дорога, которая ремонтировалась, перестала быть проходимой. По ней просто ездить невозможно, потому что техника пройти не может. Потому что там на покрытии дороги просто выложена смесь грунта с водой. Щебень вообще не заведен, уплотнение никакое не произведено. Дорогу просто закопали в зиму. Наиболее ответственно к ремонту дорог подошли столицы губернии. Залатали транзитные улицы. Им предстоит разгрузить центр. И в следующем году подобная работа будет продолжена. В городе нет окружной дороги. Вообще, это самая, наверное, серьезнейшая проблема для нашего областного центра. То, что в отличие от других областных центров и даже городов нашего региона, у города нет окружной дороги. Весь транзитный транспорт, который только, например, по компании «Магнит», зарегистрировано более 4,5 единиц тяжелых автопоездов с общей нагрузкой на ось, почти превышающей 12,5 тонн. Конечно, все это приводит к тому, что по улицам города проходят очень серьезные транспортные потоки, которые приводят к разрушению дорожной сети города. Зашла речь и о безопасности пешеходных переходов. Павел Коньков поручил Александру Кузьмичеву проработать вопрос о создании надземных и подземных переходов в областном центре. «Проект одного подземного перехода уже имеется», рассказал глава администрации. Он может появиться на станционной, и примерная стоимость такого перехода – 70 миллионов рублей. Иваново средствами не располагает. А вот с инвесторами, которые строят там торговые центры, попробуют договориться. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.